Да, я из академической семьи. Это не богемная семья, это академическая семья, скорее. У меня вся семья врачей. У нас три брата, я младший. Ну вот, знаешь, есть такое выражение, было у отца три сына. Старший умный был детина, средний был не так не сяк, младший вовсе был дурак, актер. Вот это про меня. Лет с 13, наверное, до 17 я был просто отморозком. Мы угнали Мерседес. Представляешь себе, идет девятиклассник, а я еще был такой пухленький, у меня были длинные волосы. Профессорский сын, элитная школа с углубленным изучением французского. Я там закончил последние два класса вообще во Франции. А в рюкзаке у меня лежит тысяч на триста. И мимо всех кордонов, мимо всех ментов, потому что никому даже в голову не придет остановить ребенка. На Шершеляфан всегда. У меня была девочка-одноклассница. И она ходила в детскую театральную студию. А это была любовь всей жизни. Ну, то есть... Она занималась в театральной студии, и мне хотелось больше времени с ней проводить. Появился театр, появился Игорь Яско. И она ушла оттуда через полгода. А я остался. И я закончил щепку. Попасть в театр довольно сложно, особенно если ты закончил щепку. Но мне фартануло. На четвертом курсе я уже выпустил спектакль в нации. И через несколько месяцев после окончания института меня позвали в МХТ Чехова. В итоге ничего из того, что мы репетировали, не вышло. Я сделал как помреж, второй режиссер, соавтор. Суавтор сделал юбилей Олегу Павловичу. И с чистой совестью после этого ушел оттуда. Серьезно? Ты вот на это ведешься? Это пластиковая подделка. Не, надо что-то посерьезнее делать. Ты же не на утренниках хочешь выступать, Ди. Слушай, самоирония в моей жизни играет самую важную роль, потому что у меня с ней проблемы. Я не всегда могу весело посмотреть на мир. Ну да, мне кажется, что все не так радужно. И я не очень понимаю, о чем вы радуетесь, когда все не на самом деле довольно грустно. Но над собой я очень смеюсь внутренне. Почему это называется проба? Потому что можно попробовать, потому что можно что-то поискать вместе. В послевоенные годы я играю одного из первых таких фарцовщиков. Послевоенных стремил. У него проблемы с отцом, проблемы с матерью. Он очень любит отца. И Гинсбург мне поставил задачу играть Гамлета. Получилось играть Гамлета в кино, наверное. Я посмотрю. Вот это крутая режиссерская задача. Это крутая работа с актером, мне кажется. Мне вот это нравится. Меня зовут Роман Евдокимов. И я дипломированно в РУ.